Я попробую рассказать, где местного теплоэнергического трубкового исследования и неогантов образования механики, и что мы можем применять при этом. Пересечения, конечно, воспалительных, ничего не будет, потому что не было озвучено. Как правило, у культовоковых врачей, это первичное звено, которую впервые видим пациента, и, как правило, приходит пациент вот с таким образованием на шее. Что это такое, мы должны решить, можем ли и не можем. Как правило, у культовоков, конечно, оценивается щитовидная железа, патологические, лимфатические клубы, слюнные железы. И крайне редко это неорганы, образования механики ткани, которые поверхности расположены. Изменения, как правило, мы можем характеризовать уже по залеганию его относительно мягких тканей, то есть кожа, подкожно-жировая сперчатка, твердные сосуды, нервные мышцы. Вы видите очень большой ряд опухолей, которые могут им соответствовать. Это и опухоли, и неофибробласты, теоретисты, опухоли, белые, которые жировые ткани, гладкомышечные. Можно пересчислять все-все-все. Сейчас отмокологи перейдут еще на подкачь, это ограничено локально-агрессивно, рекомендустатирующее и локачественное опухоли. В диагностике мы видим, что ультразвук, конечно, имеет низкую эффективность, но это быстро, просто и дешево. Это многофлоскостное сечение, острота сканирования, характеристика уже возможной первичной ремочкой, и по возможности распространения доступность, опыт, и, что самое главное, наведение препарти, если мы это и видим. Конечно, для таких мазальностей, как МСТ, ПТ, ПТ и МСТ, ПТ, это распространенность уже процесса, глубокие слои в медицине, значительные размеры опухоли, могут процветить сосуды, нервы, привязанные все остальные аспекты. И, конечно, высокая эффективность и высокая структизация данного процесса, но повышенное облучение, в то факте бывают движения и достаточно длительное время. Мы можем предложить Б-режим, режим Доплевая, СДК-ДК, эластографию, сейчас уже применяется компрессионные и двигающие волны, и контрастно усиленное тузотовое исследование. И также сейчас уже есть такая технология, уже наведляется под КЮЖИ технологией, если это будет возможно. В Б-режиме характеризуется опухоль как локализация формы кондустерковой эрогенной, оценивается быстрый и медленный рост оптиковой динамики, по возможности распространения процесса. И, как я уже говорила, компрессионная биоэксия, трекланд-биоэксия под контролем УСД. Также мы можем посмотреть, есть ли сосуды в опухоли, есть сейчас хайвелл-флоп, это лучшая реализация в сосудах и сложных активных поток, и смартфлик, которые тоже могут регулировать эти процессы. Что касается компрессионной ластопатии и ластопатии сблики волны, это уже принятый метод, применяется поверхностно расположенных обманах, в том числе и шеи, мы определяем жесткость опухоли на основании качественного и полуколичного анализа. Полуколичный анализа оценивается при наведении на область интереса и рядом с полагающей структурой, как правило, это референтная жировая ткань, пороговое значение у нас в институте Кументаза-4. Ластопатия с двигателем волны, та же самая методика, но немножко другой, расследуются длинноволы и подперечные волны, паттерны нефигоничной жесткой, и по ряду авторов пороговое значение от 60 метров в аскале и 4 метра в секунду. Вот в случае, который можно достать, мы видим в режиме два случая, видится сниженная эфогенская приближенность и стабильная структура, волнистым, достаточно четким контуром, с бастуализацией только по периферии, с торзальным усилением. Преоластография приближена к жидкостному, с низким пороговым, это гистология и пазотология боковая киста шеи. Ну, диспертности нет, и поэтому это без воспаления боковая киста шеи. Другой случай сниженной эфогенности образования, тоже есть волнистый контур, местами уже нечеткий, тоже только по периферии. Изменения, тоже жидкостные структуры. Но при эластографии мы видим уже участки повышенной жидкости, хотя с низким пороговым значением, но при эластографии с длиной волны очень жесткие образования с высоким порогом развития, это гипоцарфон. Что мы можем предположить при контрастном усилении другого исследования, это детальный анализ сосудов углевого оттока при позе контрастном сосудов опухоли. Почему иногда применяется данное исследование? Потому что очень часто мы можем не выполнить компьютерную томографию из започечной недостатуса наличия аллергии на тяжелое состояние пациента и болезни щитовидной железы и тяжелой формы диабета, а при магнитно-резонансном исследовании есть абсолютные относительные показания, которые все знают, и тоже мы не можем применить данный метод. Методика контрастного усиления, это исследование, к сожалению, униципакально-зловое образование, у нас применялось только единственное препарат, это препарат СОНОБЮ, водилось внутривение 2,4 мл контрастного вещества с низкой аффлитудной медной, в своем время исследования было до 90 секунд. На базе нашего института выработаны паттерны контрастины для молочной железы и мягких сканий, которые мы видим, это кальцевидная паттерн, кальцевидный с пристеночным компонентом, древовидный, спиклообразный и спиролибидный. Последние паттерны были характерны для злокачественных образований. Количественный анализ также можно рассчитать, это кривые десантности по времени, это возможность поступления, оценить контраст образования и его выведения. Характерны очень приближенные эти кривые к кривой по магнитно-примагнитно-регонасам хромографии. Мы видим вот еще примеры, это в Б-режиме видим образование с местами с нечетким волнистым контуром, сниженной хогебности. Тоже мы видим сосуды в данном образовании, хаотично расположенные, достаточно жесткие при качественной оценке, при компрессионной лоскоператии. И мы видим, что он заполняется по типу древовидного паттерна, это вот видим сосуды, которые хорошо располагаются, хорошо мы видим как по периферии образования, так и внутри, без хаотичности. Сейчас мы увидим это на первой и генетическая кривая, вторая с достаточно хорошим ватном выведением. Гистологически это было в шмон. Второй пример, тоже низкая хогенность, нечеткий неровный контур, достаточно крупное образование, сосуды хаотично расположенных, жесткая при компрессионной лоскоператии с высоким парковым значением. Есть заполнение контраста только по периферии, по типу инфильтрации, как в артериальную фазу, такой бенозную. И что хотелось бы сказать в заключении с этой кривой, это из клиентической кривой, которую быстро накопила санказ и вывела. И что хотелось бы сказать в заключении за это короткое время, что в первичном этапе мультипрометрическое УЗИ возможно объявление образования, характеристика, оценить быстрый медленный рост опухоли, если мы видим, менее информативно-морфологические оценки, но возможно предположить доброкачественные. И, конечно, очень важно, что есть повредение приветствий. Спасибо за внимание.